но этот роль но я его процитирую смешно они такие тролли знаете бывают такие думающие рассуждающие а вот это вот самый примитивный вариант фсб такой ваш новодворская всю жизнь работала на кгб ваш боровой новодворскую по заданию кгб опекал а потом убил я это цитирую просто это смешно ну правда смешно у них фантазии совсем нету еще забыли очень любят кгбшника очень любят еще несколько историй история о том что я убил своего друга джохара дудаю любимая история там ответьте вот как это произошло иногда журналисты такие знаете не очень продвинутые почитают википедию там есть что-то про наш последний разговор с захаром мусавичем вот как это было ну я очень уважал джохара мусавич с ним почти никто не хотел говорить из московских политиков я был депутатом госдумы ездил ему несколько раз проводил переговоры оттуда пытался связать его с кремлем к сожалению безыспешно и убийство джохара мусавич это обычное преступление уголовное преступление которое совершили вода шники они сразу после покушения значит там какой-то пресс-конференцию провели начали рассказывать что это они сделали водки они молодцы но и потом объяснили они значит начали нет нет не мы не мы не мы смешно еще одна история кстати да это но она почему-то не получила развития это хенштейн написал в московском комсомольце 94 штоль год меня тогда фсб или фска тогда не помню фска по моему или 96 не помню боровой сам себя взорвал сам взорвал свой мерседес для чего не объясняет но просто взорвал и там расследование такое было я уже рассказывал я к директору фсб как депутат обратился там все выяснили тут же кто у него куратор ухи хине какое получил задание как с ним за эту статью расплатились там его послали брать интервью в соединенные штаты у директора фбр вот и директор фсб или фска тогда не помню даже не помню кто по моему николаю был такой вот так напрягся и и когда ему сказал что ну я вот знаю даже куратор хининого знаю когда ему дали это задание там сказал мы никогда и ничего незаконного не делаем я буду как вот журналист вы вмешиваетесь политику государственное ведомство вроде там был короткий момент когда они конституции не защищали это было 5 управление кгб защита конституции и вроде им там официально запретили это делать потому что это обычное преследование инакомыслящие мы ничего незаконного не делаем в общем вам бы надо рассказать о чем вы говорили с дудаевым я говорю сейчас было еще несколько таких историй все таки про одного дворскую понимаете вот это предположение о том что эти уроды ладно уроды кремль путин могли завербовать новодворскую ну а то абсурдно конечно лерочка там вот если с путином сравню потому что все его вся его шобла это вот примерно он и есть его уровень но не интеллектуально не по моральным качествам но они просто несравнимы лерочка превосходит всю эту команду ну нельзя было ее завербовать нельзя было ее подкупить нету таких денег есть несколько человек на которых лерочка ориентировалась или любила их это звяд гомсахурдия это джахар дудаев оба любили лерочку просто джахар это пистолет подарил вот а гомсахурдия ну тоже какие-то подарки делал любила она их для нее авторитетом был ну немало было авторитетов кстати говоря ватслав гаю был авторитет вот тоже человек ну высочайших моральных качеств диссидент правозащитник тоже литературный критик тоже публицист статьи его очень популярны были вот возникает было бы конечно было бы идеально если бы лерочка стала новодворская валерия линишна стала президентом россии вот как гавил совершенно другой путь развития страны гавил для которого принципы были ну вот основное когда вот этот тест возник тест который возникает любой стране перед властью когда словаки словаки заявили о том что хотят независимости многие политики ватслав гавил его реакция была очень простой конечно раз вы хотите значит так и надо там мне казалось там референдум был на меня тут кто-то поправил даже референдума не было там вокруг были конечно свои там шахра и свои националисты империалисты которые говорили ни в коем случае нельзя отпускать там сосредоточена вся наша промышленности ватслав гайл сказал нет свобода ценности свободы более ценны чем любая промышленность но вот словаки осталось с этой советской промышленностью по моему очень долго потом с ней разбиралась не знал как делать но вот такая схема почти как в россии было вот потом как-то выправили но по моему чехи они до сих пор не догнали по экономическому развитию по по интеллектуальному развитию тоже вот так что предположение о том что боровой убил новодворску но милые тоже предположение ну 30 лет 32 года дружбы ну я не хочу себя сравнивать с летчик это когда я умру сравните и забудь а сейчас не хочу вот но но я ориентировался на ее системы ценностей и подкупить меня нельзя ну вот сейчас уже потому что старый мне ничего не нужно ей так хорошо быть независимым честным приятно и то что я делаю сейчас я делаю уже даже не для современников обманывать получить какие-то бонусы дивиденды временные нет мы уже по ту сторону ментально во всяком случае хотя я еще доставлю неудобства неудовольствия многим я на это рассчитываю